Ну и хотелось бы немножко рассказать о моем опыте в участии в проекте в городе Керучпецке. В конечном итоге у нас получился хороший пешеходный тротуар вдоль проспекта России протяженностью 750 метров. Конечно, было это не совсем просто, не с первого раза получилось, но хотя бы основные жизненные проблемы, которые мы встретили при его реализации, я вам попытаюсь сегодня осветить. Во времена моего детства и также юности, это 70-80-е годы, мы все с вами знаем, что горожане довольно-таки активно участвовали в городской жизни, выходили спокойно на субботники, могли посадить там дерево, отремонтировать площадку. Сейчас, конечно, 90-е годы, 2000-е, они немножко народ закрыли, поэтому изначально, когда мы собирались, еще в 2013 году, вот с этой инициативой построить тротуар, конечно, немножко сомневались, а все и получится. Ну, однако, как бы, нашлось несколько единомышленников, начали мы готовить пакет документов, спасибо администрации городской, помогла, составили смету нашего тротуара, ну и начался процесс подготовки документов. Одним из этапов, как раз, участия в конкурсной процедуре, это было народное голосование на сайте ЮПОЛИСа. Честно, для себя, я, ну, как бы, черная лошадка такая, не знал, все-таки наш тротуар, насколько он жизненно важен людям. То есть, действительно, это, вроде, объект, который относится к городской инфраструктуре, то есть, не совсем подвязан к внутридворовой территории, допустим. То есть, мне интересно было само узнать, насколько люди откликнутся на нашу инициативу. И для меня, действительно, не скрою, было хорошим таким, хорошей инициативой, ну, не инициативой, а толчком вперед, когда я узнал, что в конечном итоге мы заняли по городу среди, там, 11 проектов, четвертое место, то есть, нас, нам, нас поддержало порядка 700 человек. То есть, люди заходили на этот сайт ЮПОЛИСа и отмечали наш проект, то есть, сделали его социально значимым. То есть, я понял, что, действительно, он людям нужен, но, к сожалению, у нас в 13-м году реализовать его не получилось. Но, зато, когда при подготовке документов на уже конкурс 15-го года мы заходили, мы уже знали, что он жизненно необходим. Довольно-таки большой категории наших горожан. Соответственно, ввиду того, что пакет документов у нас практически был готов, оставалось найти, точнее, обеспечить софинансирование по условиям конкурса. То есть, как раз началась работа с людьми. Не скрою, как бы на этапе подготовки к сбору средств, а также сбора средств для себя, я не знал, насколько люди пойдут, насколько люди будут согласны отдать свои деньги. То есть, когда мы пошли по квартирам, по домам, было всякое. То есть, ответная реакция людей, она была как негативная, так и, в принципе, положительная. То есть, особо хочется отметить, ну, на будущее, если кому-то пригодится, то знайте, что есть люди, которые всегда негативно относятся к любым начинаниям. То есть, когда вот я, был разговор с одной из женщин, она прямо встала сразу на такую позицию, говорит, а мне это не надо. Я, когда вот вы этот тротуар построите, тогда я по нему буду ходить, вот тогда я вам деньги отдам. А вот сейчас я вам ничего не отдам. Ну, как бы, с такими людьми, понятно, особо долго не приходилось. Сиди дальше. Опять же, когда зашли в квартиру пенсионеров, там жили пожилые люди, понятные люди с источником доходов, не очень богатыми. Но они когда узнали, что этот тротуар нужен, то действительно у нас проблема-то, она длилась в течение, там, десятилетий. То есть, изначально проспект России у нас, Кирович Пеский, и на ней кто бывал, он не имеет с одной из сторон тротуара завершенного. То есть, вот на протяжении уже 30 лет этот тротуар не могли никак построить. И когда люди узнали, что действительно что-то может сдвинуться с места, и для этого нужна вот такая маленькая толика, вот эти пенсионеры узнали, принесли нам действительно хорошую сумму денег. Мы, как бы, со своей стороны сначала объяснили, ну, то есть, не ждали такой ответной реакции, попытаясь им вернуть, на что, как бы, бабушка сказала, это возьмите, это на благое дело, нам, как бы, эти деньги с собой мы не унесем, а тут останется тротуар настоящий. Вот, поэтому хочу на будущее сказать, то есть, всем, кто захочет реализовать проекты, все-таки, в первую очередь, нужно... Надо машинить к рецепту, да? Нет, надо так вот. То есть, подумайте, какой проект наиболее социально значим для определенных категорий населения, вот, допустим, в этом районе. Ну, тротуар, понятно, то есть, он нужен молодым мамам, там, коляски катать, детей прогуривать. Пенсионеры-бабушки любят ходить вечером, то он им тоже нужен. Понятно, что, как бы, рабочая категория, те, кто днем на работе, они, ну, 50 на 50, могут отликнуться, могут нет. Дети, как бы, в принципе, у нас в собраниях тоже активно участвовали, то есть, им это весело. По тротуару можно кататься на велосипедах, на коньках, поэтому, как бы, поддержка тоже была. Вот, то есть, первое, что хотелось отметить на будущее, как бы, это то, что проект, он должен быть ориентирован на определенные категории населения, то есть, если мы хотим построить для определенной категории, то мы должны рассчитывать на эту группу людей. Второе, это люди, ну, из разговоров с людьми, как я понял, все-таки, очень, действительно, за последние, там, 25, ну, 15-20 лет, как-то ссохся характер, то есть, доверие у людей, оно не на очень высоком уровне, поэтому приходится, ну, объяснять изначально все досконально, то есть, как это будет построено, как это будет выглядеть, когда это будет построено, и, соответственно, то есть, когда появляется конечный результат, то есть, люди просто, ну, успокаиваются, то есть, достигается обоюдное удовольствие, то есть, и с нашей стороны, получается, реализуется проект, с другой стороны, люди видят, что деньги, они не потрачены впустую. Вот, то есть, как бы, конечный результат, он должен все равно быть виден людям, то есть, раз мы обещаем что-то сделать, то мы должны довести это до конца. Ну, как бы, из-за этого выступления, мифы при общении с людьми, то есть, с инициативными группами, ну, на ваш взгляд, ну, может быть, у вас был жизненный какой-то опыт общения, как вы считаете, кто, ну, точнее, кто может сказать изначально, кто выступает с инициативой, ну, то есть, каким образом к людям, которые выходят с инициативой, происходит отношение горожан, ну, то есть, меняется отношение горожан. То есть, изначально люди, когда, ну, видят перечень инициатив, которые мы выдвигаем, они для себя делают определенные заметки, то есть, чтобы они поддержали. И именно на этом этапе мы с вами должны знать конечную цель, что для горожан будет наиболее важно. Это вопрос. Да. Нет, Слава, можно я? До полу. Вот, давайте я нахожу. Да ладно. Меня зовут Елена, я руководитель как раз органа общественной самодеятельности города Кировочепецка. Мы в этом году планировали выходить с третьим проектом. Первый проект у нас был реализован в прошлом году. Это освещение пешеходного спуска от одной из школ города Кировочепецка к автобусной остановке. В этом году мы реализуем проект спортивной площадки. И я хотела бы обратить внимание следующее, что, конечно, доверие к тем инициативным группам, которые реализуют не первый год, оно гораздо выше, чем к тем, которые начинают первый год. Но, с другой стороны, поддержка администрации в реализации ППМИ – это тоже определенная гарантия того, что данный проект будет реализован. Если же мы будем говорить о том, что чем еще мы можем повысить доверие к реализации проектов, то вот как раз я здесь за публичное слушание. Потому что именно публичное слушание на отдельно взятой территории, в отдельно взятом микрорайоне, если это большой город, они дают, скажем так, во-первых, направление для дальнейшего движения в этом плане, во-вторых, для перерастания проектов местных инициатив в что-то более глобальное. Потому что в настоящее время мы получили от некоторых предпринимателей предложение о том, что они готовы вкладываться и не только в проект местных инициатив, а в какие-то такие точечные мероприятия по благоустройству конкретного микрорайона. Так у нас, кроме освещения, было реализовано, например, проект – это создание уличной библиотеки в отдельно взятом микрорайоне. То есть параллельно делался этот проект и плюс еще этот. У нас уличная библиотека пользуется огромным успехом. Туда приносят люди. И что самое-то главное, что она была несколько в стороне от пешеходной дорожки, ее заносило снегом. И мне было очень приятно, что нашлись люди, которые чистили вокруг этой уличной библиотеки у нас территорию, чтобы к ней можно было подойти. Кроме того, у нас достаточно хорошо сопровождается проект и наш, и вообще проект поддержки местных инициатив газеты. Вот здесь присутствует главный редактор газеты, житель нашего микрорайона, может, нам повезло. Поэтому у нас это осуществляется. И кроме того, они вышли с инициативой о том, чтобы эту пешеходную дорожку благоустроить, озеленить, поставить скамейку, которую посвятили году литературы. И в этом году уже вырастает другое предложение, что если посвятили году литературы, давайте еще одну поставим скамейку, которая будет посвящена году кино. Поэтому вот это цепляние одно за другое. Во-вторых, у нас выросла, скажем так, емкость проекта. Если первый проект у нас был около 360 тысяч рублей, то нынешний проект у нас 2 миллиона 670 тысяч рублей. И здесь нужно сказать, что огромная благодарность именно администрации. Потому что в данном случае у нас получается, что огромная нагрузка ложится в финансовом плане на администрацию. В этом плане. Ну и, естественно, растет объем сбора денег, которые мы должны собрать с населения. И вот здесь, если когда маленькая сумма, то ее не так сложно собрать, а когда она уже переваливает за 100 тысяч рублей, то здесь приходится обходить квартиры и выслушивать разные вещи. Но тем не менее, когда говоришь, что уже один проект реализован, то в этом случае делают шаг навстречу. Действительно, случаются такие приятные моменты, когда люди, иногда не доверяя отдавать деньги в руки, особенно большие суммы, просят счета, на которые можно непосредственно перевести. И еще один важный аспект доверия к проекту именно поддержки местных инициатив и вообще любых проектов, это, скажем так, нерастяженность во времени реализации проекта. Потому что сейчас я не могу пройти по микрорайону, чтобы меня не остановили, не сказали, где площадка, почему не начали строить площадку. Я объясняю, что мы выставляем на торги, что у нас там готовится техническое задание. Тогда в этом случае как раз поддержка средств массовых и информации, они очень актуальны, потому что они, по крайней мере, отслеживают, ну, вот эти этапы подготовки к проекту. Вот так. Да, как я и сказал, действительно важно, важно, чтобы люди видели. А что делать, если деньги собраны, а проект не реализовывал? А по какой причине не произошла реализация? В смысле, вы отдали деньги на проект, но его не реализовали, вам не вернули? Он такой долгосрочный, когда денежки собирали, говорили, что он будет там реализован в 2017 году. Да, это была Анастасия Сойла, поселок пожар, у нас был проект по чистке пруда, то есть местный пруд спускали. Но Анастасия, он у вас проходил через ППМИ или что-то, через другое? Добрый день, заместитель министра социальной развития Кировской области Татьяна Антончик. Объясню, идея одна, пруд, но проектов было как минимум два, причем два были районного уровня, то есть они оба были реализованы, а третий проект, который был подан по благоустройству городского пляжа, шел уже от городского поселения. Поэтому, если вам изначально декларировали, что это будет сделано все за один, либо там за четыре года, то это вопрос, опять же, достоверности информации, донесенной до населения. Все-таки тот объем, который изначально Тужинский район заявлял на первый год, это был первый этап спуск и скашивание, второй это улубление, тогда потом запустили воду, а третий уже пляж. А насколько помню, запуск мальков, это шел уже у вас за счет юридических лиц, поэтому это уже шло без запасных денежных средств. А на сегодняшний день пруд до сих пор не работает, не функционирует? Труд из того хлеща зарос, там заводь пруда просто зарастает, скоро будет уходиться в болото. Супер, значит к вам сегодня скоро приедет ревизор. Главное не пускать руки, то есть если у людей есть заявка на этот проект, то он должен быть реализован, я считаю. Местного масштаба. Ну а так, ну в принципе могу для примера по своему проекту рассказать, то есть метная стоимость нашего тротуара была порядка 800 тысяч, из них 5% нужно было собрать с населения, то есть действительно сумма такая хорошая была, 40 тысяч рублей, к сведению мы ее смогли собрать за три недели, то есть люди довольно-таки. на 130. Это да. А можно вопрос? Да конечно есть. Елена Николаевна, пожалуйста, перед вами, вот я понял, вы руководитель, как называется ООС, это что такое? ООС, это что такое? А, а, перед вами когда-то ставилась такая дилемма, проблема, что поддержка ваш конститив будет связана с определенной политической лояльностью. Нет, такого точно не было. Никогда не было. А где-то такое возникает? Да, политическая лояльность. У нас нет конститива, нет, 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 нет. Мне просто приходилось слышать в одном из северных пунктов с шикарным названием, не буду говорить после главы воли, очень хорошее название, что вот приезжают люди в рамках проекта поддержки местной сети при выборе губернатора, и если вот этот вот по ММН не стыдится, а, нет, ну не стыдится, тогда если не консуете за белых, вот как раз лет назад я выбрал губернатор, прямо связывались с сохранением. Действительно есть люди, которые этим, может быть, пользуются чисто в угоду политической выгоды. Думаешь, какие-то другие есть задачи? Ну вот, отличный глава такой, крупный, еще такие у вас, с двумя высшими образованиями. А можно я еще скажу? Вот самое главное, чтобы не потерять доверие, это уже к министерству относится, не прекращать этот проект, потому что если он прекратится, то запустить по новой механизм будет достаточно сложно. Ну, здесь, наверное, особенности ментальности вятского народа еще присутствуют в этом случае, но вот останавливаться нельзя. Нужно хотя бы минимум, но все-таки объявлять конкурс, проводить, и чтобы люди понимали, что это перманентный процесс, в котором могут участвовать все. Ну, как я и сказал, вышел, что все-таки доверие людей, оно будет выше, когда проект будет действительно завершен. Можно понять, что вы сказали, что очень поздно, что на медоверие, а все-таки вы, как уже представитель реализованного проекта. Вот скажите, пожалуйста, вы уже второго не прокрутируете или наоборот, какие-то не так? Те люди, которые вам не доверяли в том момент, на начало, после реализации вам подходили и говорили, что да, спасибо, молодые. Ну, давайте так. То есть, действительно, органы общественной самодеятельности, который территориальным получается признак собрания, то есть, трех-четырех домов, действительно, у нас есть уже потребности в создании нового проекта. То есть, мы хотим построить лещенку, спуск детскому саду, там, действительно, ее не было никогда. Ну, то есть, она была, но постоянно запущена. Мы ее хотим сделать хорошей железобетонной, с дорожкой, с тротуаром, даже, может быть, освещение. То есть, кстати, в рамках ППМИ, действительно, объект, он должен, конечно, смотреться красиво, да. То есть, он не должен быть таким полузавершенным. То есть, я для себя уже это на будущее сделал, что если делать, то сразу все по-хорошему. Потому что мы делаем это раз в жизни, и это должно остаться после нас. Вот. То есть, на этапе подготовки вот этой заявки, действительно, с людьми общался. Не могу сказать, что, как бы, негатив полностью прошел, но градус доверия, действительно, он повышается. То есть, когда люди видят перед собой, и могут каждый день пройти по этому пешеходному тротуару, они понимают, что, действительно, они на что-то могут повлиять. Вот их там 200, 300, 500 рублей положенные, да, перманентно. Они, в конечном итоге, дают возможность получить настоящий объект, ну, стоимостью около, там, миллионов миллионов, как я нахвал сказал, даже 2 миллиона. Ну, еще, может, вопросы какие-то есть? Ваши организации, несколько слов. Вы какую-то территорию обслуживаете, что это, что это? Как вы вообще это в такой жизни? Ну, да, орган общественной самодеятельности, он был создан по материаленному признаку. Действительно, у нас, как бы, в микрорайоне есть... Как называется? Слюшник или Слюшник? Нет, ну, как сказать, это третий микрорайон, получается. Я не знаю. Вот. И там есть вдоль проспекта России три таких больших девятиэтажки. Изначально, вот, в этих трех девятиэтажках, особенно в нашем двадцать девятом доме, тридцать первом, это было все, заезжали молодые люди. Действительно, инфраструктуру, то есть, их достраивали в течение, там, последних пяти-семи лет. И на инфраструктуру особо не обращали внимания, то есть, на вот эти дороги, спуски. А есть люди молодые, да, у которых есть вот этот запал, то есть, у которых горит глаз. Ну, мы, в принципе, посмотрели, свои силы, как бы, подсчитали, вот, сказали, почему бы и нет. Надо попробовать, тем более, действительно, это уникальная возможность. То есть, люди, когда вкладывают вот эту маленькую тонику в размере пяти процентов, получают в конечном итоге благо намного превышающее. И в конечном итоге, которое служит горожанам. То есть, сейчас это ваша основная работа? Нет. Нет, это дополнительная. Общественная? Общественная, нет. Вот я понимаю, чем вы сейчас понимаете? А, по профессиональной должности работаю на химическом предприятии в отделе главной энергетики. Ну, профиль – договорная работа. Поэтому, как бы, с людьми договариваться приходится. Нет, не юрист, энергетик. Сейчас просто у нас, как бы, и юристы, и экономисты, и энергетики – это все в одном. И то же, Уралхим поддержала вашу институту? Конечно. То есть, одним из спонсоров проекта выступал Уралхим, также ЖЭК выступил, хорошо поддержал. Ну, и еще один был спонсор. Ну, юриское, это ИП. Вот вы сказали, какая-то там пенсионерка принесла брошюр всему денег. Какую? Ну, для них это было две тысячи. Нет, я просто знаю, вот, собирают люди, протестующие против полигона, неполигона свалки в Осеньце, там присутствует один человек – десять тысяч рублей. Причем мужчина в средних лет сказал, это заначка от жены. Ни в коем случае никто не узнает, что это я, иначе как бы вот все, он просто сказал, чтобы не было здесь свалки. Инкогнито, да? Да, то есть, это понятно, что человек собирается там жить. Две тысячи вы сказали, да? Да, ну, учитывая то, что у них пенсия восемь тысяч, это было, нет, очень хорошая сумма для них. Ну, для себя она, как бы, поняла, что действительно это останется после еды, ее решение, да. Все, аплодисменты.